Проблемы теории Большого Взрыва Проблемы теории, значит, говорят, ну вот был вакуум, произошла флуктуация этого вакуума, ну колебание такое, чем умнее слова, тем труднее провернуть, вот, и возникло вещество и антивещество, вот, встает вопрос, ну вообще-то вакуум, это вакуум не есть ничто. Вакуум, как минимум, предполагает наличие пространства, вот, и отсутствие вещества, но материя же не только бывает веществом, материя бывает еще в виде поля, то есть даже в вакууме есть, если вы в вакууме поместите радиоприемник, он будет принимать радиопередачу. Вот, то есть сама идея, что был вакуум, в то время, как мы прекрасно понимаем, что до возникновения вселенной пространства не существовало. Пространство, материя, энергия и время, они взаимосвязаны, вне пространства, времени, материи, энергии, что это, в смысле, невозможно. Вот, а дальше, если возникло вещество и антивещество, то поскольку этот вакуум был нулевым, скорее, должен был быть, предполагаемый, гипотетически, то вещество и антивещество должно быть одинаково, и оно должно будет аннигилироваться, снова в вакуум превратиться, а вещество почему-то осталось. Тоже это огромная проблема. Далее, значит, все это вещество распределено по вселенной равномерно, но если бы произошел взрыв, то ближе должно быть к центру, и меньше, и меньше края, а на самом деле, чем больше мы сегодня исследуем вселенную, тем выясняется равномернее, что в ней распространено более-менее равномерно. Далее, такое понятие, как плоскостность вселенной, отношение общей степени тяготения к силе действующей при взрыве, близка к единице, то есть, вселенная тут же не рассеялась, как вот, допустим, когда лопается шарик, воздух из него раз, и сразу рассеялся. Вот, вселенная этого не происходит, у нас она вся тут же не рассеялась, и не произошла мгновенная тепловая смерть. С другой стороны, она, значит, обратно собственным притяжением тут же не схлопнулась, вот, как мыльный пузырь, мыло его, значит, там обратно все было. И вот Пенсиас, будучи атеистом, но сделавший это открытие, он просто честно пишет то, что он открыл, описывает после еще про него. Астрономия позволяет нам говорить об уникальном явлении, вселенной, возникшей из ничего. Вселенная, в которой равновесие сил рассчитано с точностью необходимой для создания условий возникновения жизни. Чудо, что вселенная возникла, но еще большее чудо, что в ней есть, в мертвой вселенной, есть жизнь. И он буквально говорит, вселенной, в основе которой лежит некий, можно даже сказать, сверхъестественный план. То есть для него это красивая аллегория, понимаете, он не находит других слов, потому что иначе назвать нельзя. То есть он, не желая, сам того не желая, соглашается, что это факт. На самом деле, действительно, вселенная наша, она настроена, мало того, что она возникла из ничего, она еще обладает уникальными свойствами. Она очень тонко настроена, она обладает огромным количеством параметров, из которых хотя бы один параметр, если бы отличался от того значения, которое мы имеем сейчас, вселенная бы просто не существовала. Ну, представьте себе, вы внутрь рояля заглядывали, да, если не заглядывал, то сходите в церковь, в рояль такой концертный, стоит сколько там внутри струн. И каждая из этих струн должна быть точно настроена. Ну, представьте себе, что вот такой бы был рояль, которым хотя бы одна струна, если бы не была точно настроена, он бы просто различился на молекулы. Его бы просто не было. А теперь еще представьте, что этот рояль при этом должен был возникнуть самым случайным образом. Без настройщика. Без замысла. Ну, не может он возникнуть, он либо есть, либо нет, потому что хотя бы, если что-то не соответствует, его нет. Вселенная, мне признают, что Вселенная возникла не за миллиарды лет, она возникла мгновенно. Вот. Чтобы жизнь могла существовать, десятки параметров Вселенной должны иметь строго фиксированное значение. Например, там, такие физические константы, как константа сильного ядерного взаимодействия. Будь она больше, не существовало бы водорода. Будь она меньше, не существовало бы никаких элементов, кроме водорода. Константа слабого ядерного взаимодействия. Будь она больше, слишком много водорода превратилось бы в гелий. Будь она меньше, было бы слишком мало гелия, не было бы термоядерного синтеза, не горели бы звезды. Гравитационная константа, будь она больше, звезды были бы слишком горячие и быстро сгорали, будь она меньше, опять же, не происходил бы ядерный синтез, звезды бы вообще не горели Константа электромагнитного взаимодействия, будь она иной, химические связи были бы слишком маленькие, были бы атомы, но не было бы молекул Отношение электромагнитного взаимодействия к гравитационной константе, будь она больше, не было бы звезд с массой меньше, чем 1,4 массы Солнца, то есть такой звезды как Солнце просто бы не существовало Будь она меньше, не было звезд с массой больше, чем 0,8 массы Солнца, то есть опять же, такой звезды как Солнце способны поддерживать жизнь против бы не существовало Отношение массы электронов к массе протона, будь оно иным, химические взаимодействия были бы слишком слабые Соотношение протонов и электронов, то есть во всей вселенной миллиарды протонов, миллиарды электронов Но если бы среди этих миллиардов, знаете, разница, общее количество протонов таково, что представьте себе, если бы у нас был такой ковш Вот есть Земля, да, представьте, вокруг нее вращается Луна Так вот, ковш, чтобы у нас был равен диаметру орбиты Луны И вот этим ковшом мы бы загребали песок случайным образом и высыпали, и миллион лет его сыпали бы на одну чашу весов А потом миллион лет таким же ковшом сыпали на другую чашу весов А дальше чаши весов оказались бы абсолютно одинаковые с точностью до одной песчинки Вот такая точность должна быть между электронами и протонами Потому что если бы хотя бы на одну частицу во вселенной отличалось бы это То электромагнитное поле доминировало бы над гравитационным Что это значит? Ну, девушкам, наверное, лучше это понять, такие концепции Потому что представьте, вы утром встаете, подходите к зеркалу И смотрите, что у вас легкий беспорядок на голове Вы берете гребень Начинаете расчесывать И тут вы наблюдаете интересное физическое явление Чем вы больше чешете, тем больше и больше волосы ваши стают дымом В чем причина этого явления? Вот причина как раз та же самая Значит, ну, наэлектризован гребень оказался И теперь электромагнитные процессы доминируют над гравитацией Гравитация это то, что позволяет нашим волосам, волосам, значит, быть уложены так, как мы хотим Нам ходить, чтобы было трение, машинам ездить Вот, но как только электромагнитные силы начинают доминировать То, собственно, происходит хаос И не образовалось бы ни планет, ни, значит, звезд Ничего бы вообще не происходило Если бы хотя бы на одну частичку отличалось количество протонов и электронов Расстояние между звездами Будь оно больше, плотность тяжелых элементов была бы слишком низкой Будь оно меньше, не было бы стабильных орбит И так далее, то есть, на самом деле, этих параметров Далее параметры, здесь написаны параметры Земля-Солнце Давайте мы, наверное, не будем на них подробно останавливаться Если кому это реально интересно, у вас в библиотеке есть книга, называется «Гипотеза творения» Вот, и вот там все это, в разделе «Астрономия» все это подробно описано Ну, вот, просто для примеров Я привел несколько примеров математических значений Абсолютно случайных из любого бесконечного набора чисел Но если бы этот параметр хотя бы чуть-чуть отличался То тогда бы наша Вселенная просто не могла бы существовать И Роджер Пинроуз, американский математик, он подсчитал вероятность того, что такая Вселенная возникла случайным образом Какова случайная вероятность возникновения Вселенной именно с такими параметрами? Вот, и оказалось, что это составляет 1, вероятность, 1 к 10 в степени 123 Нет, прошу прощения, я вас обманул, потому что через эти слова настолько... 1 к 10 в степени 10 в степени 123 В степени 3 Я говорю, что я еще не в 10? В 10 в степени 3 Я говорю, что я еще не в 10? В 10 в степени 3 10 в степени единицы и 121 после нее Для сравнения в нашей Вселенной всего огромное количество элементарных частиц грандиозно 10 в степени 80 То есть огромное число 1 и 80 в степени единицы Биллиард, биллиард Но что такое 10 в степени 80 в сравнении с 10 в степени 10 в степени 120 Нет таких слов И Пенроуз сам говорит Эта величина говорит о том насколько точен был замысел создателя Это удивительная цифра Ее невозможно записать даже полностью в обычной действительной системе Это была бы единица с последующими 123 степени нулями Даже если бы мы написали нуль на каждом протоне и на каждом нейтроне во всей Вселенной И использовали все другие частицы Нам все равно бы не хватило места чтобы записать это число Нам не безразлично современная церковь И у нас есть что ей предложить Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте 3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok